добрый день добрый день я из барнаула то это весна я православный христианин и в чат рулетку захожу за тем чтобы найти людей верующих либо неверующим рассказать о своей вере православной как она меня изменила лучшую сторону как я остался жив благодаря вере если интересно могу рассказать ой наверно не будем я сам понятно беларусь очень такая верующая слона все ходят и маме посещаются на земле и они молитвы все это довольно достойно вот ну единственное что я верю который вышел в лес пришел поля помолился да это многих очень смущает конечно я с вами согласен но если бы не было этих богатых попов вы бы ходили в церковь но если бы не было таких ты же помните он всегда же был попручих там покрестить или что там он кладил сколько дадут, сколько дадут а сейчас какие-то же таксы вот скоро наступает пасха вот за ручей ходят попы по кладбисам восхищают вот ну есть таксы ходят сзади матушка и не дай бог на пару копеек меньше дашь но он может отключать еще кладбись как да да есть у нас какие варианты допустим что-то умер хочешь батюшку отчесть уйдешь обращаешься он все остается условия ты должен купить вот тут а он царит дорого дороже в ритуальном магазине минимум поэтому поэтому дорогой знаешь кого верить и разве если считать бог то есть священник это последний разве бог мог таких последних а они же есть а посмотрите какие квартиры но святая библия как раз об этом говорит что книжники и фарисеи сели на моисеевом седалище они сами сели бог их туда не ставил в ветхом завете читаем были сыновья священники у священника или и они вообще спали с прихожанками это было нечестие конечно богу это было не угодно и тем самым они тоже отвращали людей от жертвоприношения история повторяется и библия это не скрывает да это в церкви порока нечестия лично я с этим стараюсь как-то бороться в на в нашем храме нет торговли мы добились это у нас в барнауле православная община нас не торгуют в храме нас батюшка у него даже своей машины нету в деревне на две общины община деревенская сам своими руками овец выращивает животновод ну не все они такие плохие то попы поэтому а как вы боретесь с такими плохими во первых мы об этом говорим и пишем есть в барнауле алтайский проповедник миссионер Игнатий Лапкин он много книг издал мы по всей россии их распространили и в интернете сейчас тоже идет благовестия и вот таких талантливых проповедников которые борются с нечестием церкви может быть слышали еще отец Владимир Головина Андрей Ткачев да и Андрей Кураев вот эта местная мафия вот это она их сжирает просто и вот недавно ну вот она их давит просто исключает из сана отца Владимира Головина из сана исключили а столько людей благодаря его проповедям пришли ко Христу пришли к вере к истинной православной а почему а Христос сказал невозможно служить Богу и мамонне о чем вы говорите мамонна это богатство большинство же людей идут в церковь на заработки просто на заработки как вот вы говорите там отпел он сразу таксу назнал назначил это грех Симоне был такой волк Симона он увидел что апостолы исцеляют людей он говорит давайте я вам денег дам чтобы вы мне такой же дар передали чтобы я мог исцелять людей за деньги апостолы отказали ему в этом укорили говорит ты что ты думаешь дар божий за деньги да нет иди молись да простит тебя Господь а эти что ну ну хорошо вот вы сказали что они их изгоняют из сада мешают что а что делает общество которое входит а общество борется вот сейчас журналист вот Алексей а так и дальше продолжает идти и молиться и приносить свечки вот и все борьбы нет нет вы нет не вся борьба одни да одних это устраивает они их и ходят и это других нет не устраивают сейчас вот за отца вот этого головина Владимира подписи собирают и письмо патриарху чтобы его восстановили в сане прошение ну а как идет благодаря интернету такая волна кто-то кто-то сидеть ничего не делать на пустом месте под лежащей каме то вода не течет вот письмо написали вот а сами свечку зашли а то чем больше он рассматривает письмо и потом ворон ну короче замкнутый круг но однако же нам удалось добиться и все на нас смотрят у нас в храме нет свечей у нас не покупают свечи в храме у нас святая десятина которой господь заповедал то есть я заработал сто тысяч я десять тысяч батюшки отнес в месяц он там уже покупает свечки крышу ремонтирует там что-то ему надо пожалуйста мне не жалко и так бог заповедал а где нету десятина там приходится торговать нам же надо на что-то жить попы говорят храм тоже содержать уголь дрова электричество все это понятно без этого никуда сейчас у всех свои дома а это дом божий как ну и поэтому господь выбрал леви на колено священники которые не работали а остальные одиннадцать колен должны были им отдавать десятую часть прибытка они занимались образованием этого божье слово несли так господь установил и так всегда было сейчас вот мамона влезла церковь церковь больна корыстолюбием и трусостью больна мы это признаем вот но можно спустить руки и сказать да я болен раков я буду умирать а другой будет как лягушка ластами в молоке пока масло не забьется я вот был на смертном Адре вот если такая уж борьба то конечно это будет вот а церковь она земная она воинствующая мы должны воевать с грехом с этой нечистью а на небе вот святые а это церковь торжествующая они победили и господь на небо взял за то что они боролись и кто-то победил не все конечно молитесь по-своему до свидания всего хорошего с Богом добрый день ребята что ты сейчас сказал ты плышь ты блять лошадь блять никакое гневое слово не исходит из уст ваших а только доброе для назидания вере дабы оно доставляло благодать слушающим я несу благую весть об Иисусе Христе которого распяли и который воскрес и мы тоже воскреснем смерти нет есть жизнь вечная слышал когда-нибудь об этом у нас в четвертом классе даже проходили мероприятия по этому поводу он и вот человека он рассказывает об институте которые у нас сняли и что и не так короче а что за мероприятие у вас было по этому поводу ээээ Михаилыч так что что за мероприятие ну что ты рассказывал мероприятие по этому поводу как у вас было но такого не было почему не было не было не было не было не было но значит но а ну короче к нам приходил наш отец мы разговаривали по поводу суток лица по поводу праздников по поводу было еще у вас поведение это когда вас говорит господь что такое кто приходил отец сергий отец игорь священник батюшка да к вам к вам в школу приходила и была у вас беседа и что тебе больше всего из этой беседы запомнилось что там про праздники про воскрешение Иисуса Христа про как это называется День молодежи и вот такое День молодежи да вот такое что батюшка рассказывал о воскресении Иисуса Христа можешь мне поделиться да да много чего это это я вам стараюсь как помнить а у меня у меня вам отменивает это у вас заработает а а а мы вообще все не не а он он вам говорил батюшка что есть такая книга Библия которая она у меня не а вы а вы читали да я не могу она задевалась задевалась куда-то ну как же так Библия это слово боже оно не должно куда-то задеваться оно должно ее нужно ребятушки читать читать и жизнь по нему как там написано и после смерти вы так же как Иисус Христос воскреснете и пойдете в жизнь вечную не унаследуете если вы не будете читать вы будете нарушать божьи заповеди и вы жизнь вечную не унаследуете а пойдете в муку вечную душа у вас опойдет вот вот поэтому ребятушки читать вот вы слышали десять заповедей божьих таких я нет я только слышал про что-то такое ну я помню что нельзя воровать материться убивать ничего я вообще не помню ну вот заповедь не убей и не укради вот две заповеди ты вспомнил из восьми а восемь ты и не знал может быть вот я господь бог твой да не будет у тебя никаких иных богов кроме меня это первая заповедь вторая заповедь не произноси господа имени господа бога твоего напрасно помни день субботний шесть дней работы шестой день отдыхай не слышали такие заповеди ты слышал вот четвертая заповедь не помните да я вообще не читали ну а в доме то книга есть у меня есть я найти не буду найти не будешь я вам как в этом день вспоминаю я даже не спать да 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 я только помню из того дня когда офицер что там мультики запомнились как там христианин вот попросил что о боже да мне нет полегче как у него там сгорел домом на память ну знаешь что враги ну я попал вот принес библию детскую да для детей вот начало ма но давайте по заповедям еще пройдемся не делай себе кумира и никакого изображения того что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли то есть были такие народы и язычники они поклонялись ложным богам там и здесь а это язычники они у нас да какие-то там статуи себе лепили вот господь это запретил вот такую заповедь им дал вот самое важное для вас заповедь это это почитай отца и мать вот первое да это первая заповедь которая вот согрешили против человека папу и маму нужно почитать уважать вот не перечить им слушаться их и будешь долголетие на земле тогда будешь долго жить это вот первая заповедь с обещанием что бог обещал соблюдающим эти заповеди вот вот картинка там по моему иисус христос не вижу да 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 и женщин и женщины не понятно кто там изображен вот потом заповедь не убивая вы вспомнили не краде вспомните есть еще заповедь не прелюбодействуй вот может вам непонятно это да что муж не должен жене своей изменять а жена не должна заменять свою мужу то есть они должны поженившись не разводиться и жить вместе вот да нас зовут ну я не пойду следующее заповедь не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего то есть обманывать нельзя ну еще как следующая заповедь не завидую то есть не желай дома ближнего твоего не желай жены ближнего твоего не поле его не раба его не рабыни его не было его не осла его не всякого скота его ничего что у ближнего твоего вот такая заповедь мама с работы пришла наверно да мама друга ты в гостях у друга находишься а у тебя у самого такая книга есть дома вот как у друга то нету ты попросил него да прочти и обязательно то очень хорошая книга ее нужно знать соблюдать и жить по ней лучше я говорю еще один другом коллеги вы видите на ну там феославные эти ну феославная культура что-нибудь называется что-то мало поиска у меня нет никакой в алексееву к нему отмечают там м короче много честный день в агенте и так далее и значит они там где это так ты говоришь в алексеевке в алексеевке это какой район где это такая алексеевка какой райцентр рядом где вы живете в каком рядом какой город тебя плохо слышно я живу в потерянном до свидания спасибо с богом читайте библию с богом до свидания